здравствуйте ребята для начала хочу вам загадать загадку такую подумайте внимательно может быть кто-то ее отгадает скажите как вы думаете без зубов но грызет кто это или что это как вы думаете ребенок ребенок так кто еще какие версии есть у кого егор малыш малыш белка белочка еще есть у кого-то версии ребята нет для того чтобы нам получить ответ мы послушаем историю которую я вам сейчас расскажу эта история случилась с одним мальчиком звали его павлик павлик учился в пятом классе он был очень прилежным учеником и всегда получал только хорошие оценки четверки и пятерки потому что всегда слушал внимательно учителя и старательно выполнял домашние задания он все это делал для того чтобы быть самым лучшим в классе а еще ему очень нравилось когда его хвалят скажите ребята вам нравится когда вас хвалят а за что вас хвалят за что вас хвалят родители хвалят вас за то что чем-то помогли чем-то помогли по дому наверно да маме за то что мы убрали игрушки за то что игрушки убрали это что хорошо очень это вообще отдельный похвалы достойно приятно правда когда вас хвалят вот и павлику очень нравилось когда его хвалят и когда его хвалили у него внутри все как будто бы расцветало солнышко как будто было но однако ж когда хвалили кого-то другого павлику это совсем не нравилось он не понимал вот что то внутри такое его мучила и ему это не нравилось ему нравилось только когда его хвалят ему это было невыносимо и однажды в класс пришел новичок новый ученик его звали роберт роберт сразу всем понравился своей приветливостью и скромностью роберт получал отличные оценки и заслуживал тоже похвалы как и вы но павлик с к сожалению оставался уже без внимания и все все внимание переключилась на нового ученика иногда даже павлик думал от злости и зачем этот роберт появился в нашем классе вот когда его не было вся похвала доставалась только мне вот так вот иногда думал как вы думаете почему он так думал из-за зависти из-за зависти кто еще так думает ты тоже так думаешь егор да вы знаете а теперь давайте вернемся к нашей загадки без зубов но грызет внутри грызет что же это такое грызет человека зависть совесть и совесть может грызть правильно ребята действительно нашего павлика грызла внутри зависть вот такое чувство поселилось у него в сердечке и он стал думать как же его в чем-нибудь уличить этого роберта как же сделать так чтобы он был в чем-то виноват но ничего не приходило ему на ум потому что роберт был очень положительным мальчиком и он павлик наш начал думать как же сделать ему какую-то пакость представился к этому случай однажды был урок физкультуры и павлик отпросился у учителя выйти из класса он вышел из класса пошел в раздевалку взял портфель роберта открыл его достал дневник и увидел кошелек и кошелек взял взял дневник и кошелек и быстро переложил к себе в сумку потом вернулся на физкультуру и вел себя как будто ни в чем как будто ничего не случилось следующим уроком был урок математики и учитель сказал нужно собрать дневники все сдаем дневники тут роберт поднялся и сказал а у мой дневник куда-то пропал учительница посмотрела на роберта и говорит наверное ты дома его забыл но ничего страшного принесешь его завтра а павлик в это время замер внутри его все дрожало он покраснел от страха думал а вдруг сейчас все ребята узнают что дневник у него и он промолчал настал следующий день все пришли в класс и учительница снова спросила роберта роберт ну что нашелся твой дневник нет он куда-то потерялся пришлось купить новый павлик смотрит на роберта и не понимает почему не никому ничего не рассказал у него же он пропал шли дни все шло своим чередом но павлику было как то не по себе и один ученик с последней парты которого звали витя крикнул слух на роберта эх ты растяпа дневники теряешь а еще прилежным учеником называешься в это время павлику надо было бы радоваться что его соперника так при классе унизили но он радости не ощутил а как вы думаете ребята почему он не обрадовался когда роберта ругали он украл вещи он украл и еще должен этому радоваться да своровал своровал да украл кошелек и дневник ему было не ранее до радости его посетила новые чувства его посетил страх за свое преступление он стал плохо спать он стал плохо кушать потерял всяческий аппетит и интерес к учебе из-за своего поступка потом время шло и он все надеялся что это чувство наконец-таки его покинет и все войдет в свое русло но это чувство не покидало и его становилось все тяжелее и тяжелее и вот он решил сознаться во всем однажды он дождался роберта после школы после уроков и крикнул ему роберт роберт подошел и спросил что случилось павлик тут у павлика застучало сердце бешено так застучало он так испугался а какая же реакция будет у роберта а вдруг он всем расскажет и его даже могут посадить в тюрьму ведь за кражу сажают правильно в тюрьму потому что он совершил по сути преступление но тем не менее несмотря на его мысли он собрался и продолжил свою речь ты знаешь роберт ведь это я украл твой дневник и кошелек тоже я украл роберт тихо посмотрел на него и сказал а я знаю об этом как знаешь у павлика глаза большие как так почему и ты молчал и ты никому ничего не сказал а как ты догадался что это я как ты об этом узнал ты знаешь мне пришлось вернуться за полотенцем в раздевалку и вдруг я увидел тебя как ты роешься у меня в портфеле но я не знал как себя повести и ушел а как же так почему же ты не сказал ничего другим тебя еще смеялись над тобой ребята а роберт и ответил ты знаешь а я не хотел чтобы тебя наказывали потому что за такое могут очень сильно наказать показывать потом пальцем на всю школу тут павлик вообще тогда ничего не понял а роберт ему сказал ты знаешь а еще я за тебя молился молился ты что в священнике собрался спросил его павлик что-то типа того ты знаешь я всегда хочу поступать правильно то есть свято тогда павлику совсем стало стыдно он достал сегодня его дневник роберта кошелек и отдал ему сказал прости меня пожалуйста мне очень стыдно а роберт ему сказал если бы ты просто попросил у меня денег я бы с удовольствием с тобой поделился всем что у меня есть понимаешь роберт сказал павлик мне совсем не нужны были твои деньги и дневник тоже не нужен просто дело в том что у меня внутри поселилась зависть я завидовал твоим успехом ты все вокруг тебя окружали все тобой восхищались а меня уже никто не замечал и и тут павлик еще раз сказал прости меня если хочешь я выполню любое твое желание если любое сказал роберт значит ты должен пойти ко мне в гости на обед и тут ребята пошли все вместе к нему домой павлик был верующий роберт был верующим и родители были тоже верующими у роберта когда павлик пришел домой он узнал очень много нового и познавательного для себя с тех пор ребята стали самыми лучшими друзьями и самое главное что у павлика никогда больше не было это грызущий без зубов зависти он стал быть послушным иисусу христу который умер за наши грехи чтобы каждый из нас смог очиститься от любой неправды зависть очень злое чувство быть завистливым так грустно зависть без грыб без зубов грызет шепчет в ухо всем везет твой приятель стал богаче у тебя же неудачи твой сосед умен красив ну а ты совсем бесил ты не слушай голос этот божьего ищи совета хочет он тебе помочь сглой изгнать из сердца прочь может бог бог дать все что нужно только будь ему послушным стань довольны тем что есть всем неся благую весть а еще ребята скажите мне пожалуйста как вы думаете когда когда павлик мучился да что вот он совершил такой поступок как вы думаете почему вот он мучился а не забыл об этом он же мог бы забыть об этом и жить своей жизнью но тем не менее потому что он боялся что об этом расскажет и все будут думать что он вор и правильно правильно еще есть у кого-то версии егор какая-то потому что он боялся что его посадить да все правильно а еще знаете почему его мучила совесть потому что роберт молился за него и господь ему таким образом через его совесть дал понять что он был неправ и что он поступил совершил плохой поступок давайте ребятки помолимся чтобы в сердце каждого из вас никогда не закрадывалась такое ужасное чувство как зависть другим отец наш небесный господи мы благодарим тебя за этих деток господи мы молим тебя господь благослови пожалуйста каждого из них господь чтобы они были добрыми господи чтобы в их сердечках никогда не не поселилась зависть господи чтобы они чтобы они получали хорошие оценки делали добрые дела не для того чтобы ими восхищались а чтобы господь так они сами хотели во слава тебе слава тебе отец сын и дух святой аминь